Добрый утро, дорогие телезрители! Рады, что вы вместе с нами! Встречайте это прекрасное утро на телеканале ТДК-42! Здравствуйте! Ну а с вами Айгуль Туружбаева и Олег Великий! Пусть вам сегодня улыбнется удача и то, что вы задумали, обязательно сбудется! Ну а мы, в свою очередь, покажем вам очень много интересного! Сегодня пятница, 17 февраля. Айгуль, как ты думаешь, какой сегодня день? Ну, кроме того, что это последний рабочий день на этой неделе. Интересный какой же? А сегодня, Айгуль, день спонтанной доброты. Интересный праздник, так что, к слову сказать, дорогие телезрители, творите добро, невзирая ни на что и несмотря на определенные поводы. Ну а мы также продолжаем делать традиционную разминку, так что смотрите и разминайтесь вместе с нами! Доброе утро, друзья! С вами Утренняя разминка и я, Евгения. Присоединяйтесь! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, на этом мы закончили разминку. Всех хорошего дня! Пока-пока! Айгуль, оказывается, у салата «Цезарь» есть своя история. Неужели у какого-то салата есть еще история? Да, представляешь, вот я недавно прочитал. Оказывается, заправку к этому салату впервые приготовил повар по имени «Цезарь». А дело было так. В ресторане в праздничный день закончились все ингредиенты для этого соуса. И тогда повар пошел на хитрость. Он собрал все оставшиеся продукты, соединил их воедино и получился соус, который, кстати, гости оценили. Но вот, к сожалению, оригинальный рецепт этого соуса не сохранился, что дает фантазию кулинарам всего мира. Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня я хочу раскрыть секрет истинного соуса американского «Цезарь». Для этого нам понадобится майонез, консервированный тунец, корнишоны, каперсы, анчелсы и чеснок. Вот. Что мы с этим будем делать? Майонез мы заложим в блендер, добавим в него каперсы, консервированный тунец, корнишон, чеснок, анчелсы, немножко сыра пармезана. Настоящий соус «Цезарь», когда его пробуешь, должен вызывать улыбку на лице. Сейчас мы проверим, если правильно приготовили, то я, конечно же, улыбнусь. Очень вкусный соус получился у нас. И теперь мы соберем полный салат «Цезарь». Приготовим мы его сегодня с тигровыми креветками. Нагреем сковороду. Зальем в него растительное масло. И выложим наши креветочки. Посолим их. И будем обжаривать образование красного цвета. Возьмем салат «Романо». Можно его нарезать, можно порвать просто вот так руками. Складываем его в таз. Добавляем сухари. Можно использовать любые подручные сухари, которые у вас имеются дома. И возьмем помидоры черри, нарезанные пополам. Смотрите, как красиво у нас все это получается. Заправим нашим замечательным соусом. И все хорошо перемешаем. Выкладываем аккуратно на тарелку. Для создания более изысканного вкуса, когда наши креветочки готовы, я сбрызну их белым вином. И немножко протушу. Итак, наши креветочки готовы. Мы их аккуратно выкладываем на салат. Последний штрих. Всыпаем салат с сыром пармезаном. Приятного аппетита! Первое описание о кумысе можно было найти в работе древнегреческого историка Геродота. В процессе описания быта скифов он рассказывал, что они готовили кумыс посредством взбивания молока кобылы в глубоких деревянных катках. Ну а также способ приготовления кумыса хранился кочевниками веками, передавался из поколения в поколение. Кумыс – кисломолочный продукт с высокими пищевыми и уникальными лечебными качествами, изготовленный из кобыльевого молока особым методом. Он возвращает утраченное здоровье и оберегает от новых болезней. Это пенящий напиток белого цвета с нежной консистенцией и приятным молочно-кислым вкусом. Дарит душевное и физическое здоровье. Когда говорят о кумысе, невольно воспоминаются бескрайние степи и юрты кочевников. Кумыс укрепляет здоровье, кумыс веселит душу, так говорили люди еще в далекие времена. Ходила слава о целевном действии кумыса при различных заболеваниях и особенно при туберкулезе. Лечебные свойства напитка обусловлены его составляющими и проявляются при регулярном длительном применении. Кумыс отличается общеукрепляющим, противовоспалительным, заживляющим, антибактериальным, желчегонным, противоанимичным, успокаивающим, пробиотическим действием. Полезные свойства кумыса используются для профилактики лечения сезонных болезней органов дыхания. Его употребление обосновано при комплексной терапии ранних стадий туберкулеза, анемии, ослабленного иммунитета. Мягкие желчегонные послабляющие эффекты забавляют от сдутия живота, нормализуют работу поджелудочной железы и усиливают лактацию в период кормления грудью. Также отмечено благотворное воздействие живителя напитка на сердце и сосуды. Богатый кальцием, кумыс заботится о прочности костной ткани и предупреждает разрушение зубов, быстро восстанавливает нормальную микрофлору кишечника, исцеляет тело, напиток еще дарит и душевные силы. Тонизирующий и освежающий эффект повышает работоспособность, утоляет жажду и снимает похмельный синдром. Рекомендуемый в лечебных целях ежедневный прием – один стакан кумыс и через полчаса после завтрака в течение 3-4 недель. Исцеляет тело, кумыс еще дарит и душевные силы. Та часть лука, которую многие люди считают бесполезной, оказывается, обладает очень полезными свойствами. Да, вот, к сожалению, современная медицина долгое время игнорировала полезные свойства луковой шелухи. Ничего не скажешь о народной медицине. Лук мы используем почти каждый день и о его полезных свойствах знаем давно. А вот чем полезна луковая шелуха, многие не знают, выбрасывают ее. Может быть, только знали о луковой шелухе, как красители для яиц и все. Польза луковой шелухи огромная, но полезна только шелуха с хорошего, здорового лука, выращенном на своем огороде. Чем полезна луковая шелуха и какой у нее состав, что позволяет ее применять в народной медицине. В своем составе луковая шелуха содержит витамины П, С, Е, минералы калий, магний, железо, кальций. Учебные из Университета Мадрида обнаружили в луковой шелухе волокна, которые снижают риск заболеваний сердца, желудочно-кишечного тракта, рака, толстой кишки. Польза луковой шелухи и ее применение. Луковая шелуха предупреждает старение организма благодаря витамину Е. Является прекрасной профилактикой сердечно-сосудистых, эндокринных и даже онкологических заболеваний. Луковая шелуха имеет сильно противомикробное действие. Ей хорошо лечить простудные заболевания. Луковая шелуха оценится витамином С, укрепляющий иммунитет. Содержит рутин, витамин П, который укрепляет наши сосуды. Луковая шелуха полезна при ангине, ларингите, воспалении десен, стоматите, так как имеет антибактериальное свойство. Из шелухи лука делают отвары и применяют их в народной медицине. Как можно приготовить простой отвар из луковой шелухи? Для этого надо взять горсть луковой шелухи, промыть ее, залить водой 10 частей, отварить 15 минут, потом процедить и пить. Можно даже добавлять в чай. Отвар луковой шелухи полезен при аллергии, бронхиальной астме, цистите, для лечения грибковых заболеваний ног, при стоматите, для укрепления иммунитета. Вот сколько применений и пользы у луковой шелухи, а мы ее выбрасываем. Наверное, стоит собирать шелуху в мешочек, используя для лечения от разных болезней. Ну а прямо сейчас прекрасная мастерица Елена покажет вам мастер-класс. По изготовлению прекрасного ободка. Доброе утро, меня зовут Елена, и сегодня я покажу на мастер-классе вот такую повязочку для девочки. Начнем с того, что нам понадобится кружево или любая другая повязочка. Проклеиваем шов. Нам понадобятся листочки. Нам понадобятся еще цветочки, схожие по цветовой гамме. Приступим. Основа у нас готова. Займемся цветочками. И завершаем объемным цветочком. Добавляем украшения. И завершаем добавлением усинок. И вот такая вот повязочка у нас получилась. А в следующий раз я вам покажу, как сделать вот такие резиночки на шишку. Виноград известен людям с древних времен, Айгуль. Это, пожалуй, самая первая ягода, которую человек оккультурил. Ну, наверняка это так. Так как, чтобы сделать виноградное вино, необходимо проживать на одном месте очень долгое время. Ну и, ко всему прочему, нужно ухаживать за виноградом. Виноград – давний спутник человека. Люди пьют свежий сок, сушат ягоды, изготавливают винный сочный кисло-сладких ягод. Врачеватели Древней Греции назначали для ускорения обмена веществ и лечения горла свежий виноград. Полезные свойства и противопоказания к применению ягод были им хорошо известны. По своим полезным вкусовым и диетическим признакам, виноградный сок – один из самых ценных. Его отличает большое содержание биологически активных веществ и витаминов. Чем богат виноград? Полезные свойства и противопоказания винограда обусловлены его сложным химическим составом. Прежде всего, надо отметить сок. В нем содержится до 80% воды, насыщенной кислотами, минералами и витаминами. Он отлично освежает и обладает тонизирующим действием. К тому же, сок питателен. Эти вещества, попадая в человеческий организм, превращаются в глюкозу и служат отличным источником углеводов. Сок винограда – мощный антиоксидант, защищающий от преждевременного старения. Он лечит анемию и мигрень. Выступает как патагонные и мочегонные средства. Что полезно в винограде? Помимо сока и нежной мякоть виноградной кожицы, в ней есть воск, этин, пектины, эфирные масла, дубильные красящие вещества. Особенно полезна кожура красных сортов винограда. Она содержит фитоалексин, респератрол, способный защитить от болезней, связанных со старением и обладающей противовоспалительными и противоопухливыми свойствами. Виноградные косточки тоже нельзя оставить без внимания. Хотя виноградная лоза возделывается человеком более тысячи лет, масло из косточек стали получать относительно недавно. Оно употребляется не только в пище, фармацевты используют его для изготовления препаратов, помогающих поддерживать здоровье сердца и сосудов и противоаллергенных препаратов. Косточки содержат проантоцианидины, кверцетин и кахетины. Мощнейшие антиоксиданты, многократно превосходящие по своим свойствам витамин Е. Помимо широко известного лечения виноградом, ампелотерапия в винодельческих районах применяется в отдельное направление – энотерапия, лечение натуральными винами. Главная сила такого лечения – не градус, а сам виноград. Воздержаться от его употребления следует людям с тяжелой формой туберкулеза, заболеванием слизистой оболочки рта, язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, склонностью к диарее. Нельзя есть виноград диабетикам и людям, желающим похудеть. А в целом ешь виноград на здоровье. Айгуль, вот ты как ценитель итальянской кухни. Ответь мне, в чем же ее секрет? Ну, смотри, в простоте приготовления – это, во-первых, также в блюдах содержится очень много овощей и приправ, что делает блюда итальянской кухни простыми, вкусными и, конечно же, полезными. Бонжорно, дорогие телезрители! Я нахожусь в самом настоящем итальянском ресторане «Мама Мия» и я вновь вас буду знакомить с итальянской кухней. Многие из нас любят морепродукты, и вот поэтому я решила выбрать интересное блюдо. Пасту с морепродуктами. И пока шеф-повар будет готовить наше блюдо, я вас познакомлю с итальянским. И сегодня, дорогие телезрители, мы выучим с вами три итальянских слова. Бонжорно, добрый день, боно сэрэ, добрый вечер и аривидерчи. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Доброе утро! Доброе утро! Спасибо! Ну что, друзья, принесли спагетти с морепродуктами. И, кстати, хочу заметить, очень быстро. Но перед тем, как попробовать это блюдо, мы спросим у нашего шеф-повара, как же вы приготовили это замечательное блюдо. На сковородке горячее, чуть-чуть масла, оливковое масло и чеснок. Потом, потеконку-потеконку морепродукты. На этом блюдо находятся тунца, лосось, креветки и маленькие мини-озминоги. И чуть-чуть блюдо. На деканце, деканце, чуть-чуть помодоро конкассе. Помодор конкассе, значит, помодоро чуть-чуть варит, без кожи, без семечки и паресат кубик. Когда спагетти готовы, все мешаем, и это результат. Буен аппетит. Грация. Ну что, я уже хочу с нетерпением попробовать это блюдо. Приступим. Блюдо очень вкусное, белиссимо. Так что приходите, дорогие телезрители, в ресторан «Мамами» советы. Наша передача подошла к концу, уважаемые телезрители. Мы с вами прощаемся, но совсем ненадолго. Ну а мы напоминаем, что эфир продолжат наши коллеги. Желаем вам успехов и свежих идей. Улыбок и всего хорошего. До скорых встреч. Овнам следует замедлить темп своей жизни и не бросаться в путь при первой же возможности. Потратьте больше времени, прежде чем действовать, иначе ваши усилия пойдут коту под хвост. Тельцы известны своим упрямым характером, а сегодня он может обостриться в разы. Постарайтесь больше прислушиваться к чужому мнению. Интерес и любопытство близнецов к чужим делам вырастет в разы. Тем не менее, не следует забывать и о своих обязанностях. Ракам захочется тишины и покоя. Сегодня можно доверять обострившемуся чувстве интуиции. Она поможет вам увидеть вещи, которые раньше были скрыты. Львам следует искать возможность помочь окружающим людям. Такая благотворительность может вам обрести новых друзей и союзников. День у дев обещает быть весьма благоприятным, особенно если ваша работа связана с творчеством. Высокая интуиция поможет достичь нового уровня в искусстве и творчестве. День у весов непростой и трудный в первую очередь из-за постоянных разногласий с окружающими людьми. Важно относиться к жизни с большей долей философии. Скорпионы же могут чересчур сильно реагировать на сегодняшние проблемы. Старайтесь проявлять больше состраданий к близким людям. Стрельцам лучше всего провести этот день в тишине и покоем. Тем не менее, если у вас запланирована поездка, она должна иметь конкретную цель. Козероги могут встретить очень негибких и недипломатичных людей. Нежелание окружающих прислушиваться к вашему мнению может раздражать. Водолеям же следует быть осторожными в своих словах. Ваше мнение может меняться в течение дня. Поэтому, чтобы сохранить свою репутацию, не выбрасывайтесь окончательными решениями. Эмоциональность рыб и чувственность этого дня будет особенно полезна людям, работающим в творческой сфере. Есть вероятность создать что-то по-настоящему ценное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова